Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Зиляра, и я рада приветствовать сегодня мою соведущую Наталью. Наталья, привет! Всем здравствуйте! Очень радостно, что наш прямой эфир совпал с праздником Светлой Пасхи. Поздравляю всех православных с этим праздником. И сегодня мы с вами совершим замечательное виртуальное путешествие в город Ижевск, столицу Удмуртии. А помогут нам в этом три очаровательные девушки, жительницы этого города – Юля, Наталья и Айгуль. Здравствуйте! Привет! Привет! Продолжение следует... И сделаем мы это, используя теорию уши в пилку пожатия, которая говорит о том, что каждый человек, знаком с каждым человеком на Земле, перед цепочкой друзей, которая составляет пять звеньев. Все проведенные прямые эфиры вы можете найти по хэштегам «АЛЛАТРА», «АЛЛАТРА ЛИНАТЬ» и «Созидательное общество». По традиции, в начале нашего эфира мы предлагаем зрителям проголосовать, в каком из следующих городов вы хотели увидеть следующий эфир. Итак, у нас будут участвовать три города. Это Чебоксары, Тольятти и город Альметьевск. Дорогие друзья, дорогие телезрители, голосуйте в комментариях к этому видео. Будем ждать. А в конце, по традиции, мы объявим город-победитель. Что ж, в добрый путь! И давайте сначала дадим возможность нашим гостям представиться. Наталья, расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь, как давно вы в Ижевске? Доброго дня! Я Наталья, коренная жительница в Нурской республике. В город Ижевск переехала 9 лет назад. Училась в Удмуртском государственном университете. Теперь живу и работаю в Ижевске. Моя деятельность связана с общением с детьми. Очень приятно с вами познакомиться, Наталья. Юля, представьтесь, пожалуйста. Расскажите, чем вы занимаетесь? Какие ваши интересы? Мне 30 лет. Я в Ижевске живу с рождения. Я люблю туризм, активный отдых, катаюсь на велосипеде и в сноуборде. Работаю парикмахером в детской студии красоты. Как необычно. Айгуль, и вы, пожалуйста, тоже представьтесь, чем вы занимаетесь. Меня зовут Айгуль. Я студентка из Женской медицинской академии. А в Ижевск приехала 6 лет тому назад поступать. Сейчас учусь на 6 курсе. Здорово. Нам уже не терпится познакомиться с вашим городом, с Ижевском. Может быть, мы уже приступим? Наталья, я вам передаю слово. И расскажите нам, пожалуйста, немного об этом замечательном городе. Хорошо, с удовольствием расскажу. Дата основания города Ижевска считается 10 апреля 1760 года. 12 июня город празднует свой день рождения. В этом году городу исполняется 260 лет. А прежде чем продолжить свой рассказ, я хотела бы попросить группу технической поддержки включить в нами подготовленное видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Наталья, а может быть, у вас есть какие-то особенные места, которые вас вдохновляют? Да, такие места есть. Мне очень нравится Ижевск своими зелеными улицами, скверами, парками. Особенно я люблю парк имени Кирова. В него хочется возвращаться снова и снова. Хвойный лес парка, зеленые тропинки, пение птиц, чистый воздух заставляют возвращаться сюда снова и снова, слушать и наслаждаться этой красотой. У меня есть любимое место, у которого открывается потрясающий вид на Ижевский пруд и закат. Еще я люблю гулять по центральной площади города. В прошлом году была ее реконструкция. Появилось много скамеечек, красивые газоны, современные фонтаны. И площадь стала местом для отдыха к гаражам. И я заметила, что город подстраивается и ориентируется на человека, на его комфортную жизнь и отдых. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Наталья, за ваш рассказ. Ваши фотографии навеяли на меня очень много воспоминаний. Ведь Ижевск для меня тоже близкий город. Несколько лет назад я была там в годовой по работе, целый год прожила в этом городе. Для меня он тоже очень удивительный, действительно. И, может быть, вы тоже расскажете, Юля. Вы представили, сказали, что вы любите очень активно отдыхать. Каким город видится для вас? Я люблю наш город за то, что он подстраивается под современные требования общества и дает творчески развиваться. Мое любимое место – это спорткомплекс Чикирио. Он находится в 6 километрах от города, в экологически чистой лесистой зоне. Это круглогодичный курорт. Каждую весну здесь проходит мероприятие, называется «Большая лужа». Это своеобразные проводы зимы. Участники в костюмах съезжают с горы и прыгают в специально подготовленный бассейн. Вот, можете наблюдать фотографии. Также рядышком, не на самой горе, а в Ленином каньоне проходит летом фестиваль экстремальных субкультур, называется «Медмарс». Здесь ребята показывают, на что способны трюки на велосипедах, на мотоциклах. Одно из развлечений – это фанджампинг, прыжки в воду на велосипедах. Также есть развлечения, прыжки в воду на пановельных летательных аппаратах. Также в этой лечистой зоне построены трассы для экстремального велоспорта, даунхилла и эндуро. Каждое лето там проходят соревнования. У нас в городе пропагандируют велоспорт, поэтому каждый год у нас проходят летние и зимние велопарады при поддержке администрации города и ГАИ. Перекрываются центральные улицы и большая велоколонна проезжает по специально запланированному маршруту. Также в прошлом году у нас построили памп-трек мирового уровня. Это замечательное место, где свои навыки могут отрабатывать молодежь, а также малыши на беговелах. Ежегодно проводятся мероприятия, соревнования. Очень любимое стало место для посещения в городе. Также у нас в городе есть замечательные ребята-туристы, которые призывают всех любителей активно отдыхать в пешие походы, на сплавы. Мы отдыхаем в пригородных лесах, сплавляемся по реке Иш. Это очень исплачивает людей. Новые знакомства, здоровый образ жизни, приобщение к походной жизни. Знакомимся друг с другом, долго дружим и вместе потом придумываем новые прикольные мероприятия. Приглашаем и вас. Спасибо. Действительно, Ижевск предоставляет массу возможностей для людей, которые любят активный и здоровый образ жизни. И это объединяет людей. Айгуль, а какое у вас представление об Ижевске? Мне очень нравится набережная города Ижевска. Называется набережная имени Зодчего Дудина. Набережная очень красивая, просторная. С одной стороны открывается вид на Ижевский пруд. Он считается самым большим искусственным прудом в Европе. А с другой стороны открывается очень красивый вид на монумент дружбы народа. По форме он напоминает лыжи и в народе так и называется лыжи кулаковой. Высотой 46 метров. Также мне нравится набережная тем, что проходят различные мероприятия, фестивали. Одним из фестивалей, на котором я побывала, является Худмурский лед. Сюда приезжают ежегодно зимой из разных городов России художники и творят свои фигуры. Мне очень нравится прогуливаться и разгадывать, что хотел выразить автор своим искусством. Нравится разгадывать посыл, смысл этих фигур. И атмосфера очень волшебная. Совершенно невероятные рассказы мы услышали только что от наших гостей. И насколько разным представился для нас город. Да, вот действительно, столько воспоминаний. И я, оглядываясь назад, думаю, как много еще я не узнала об Ижевске, когда там была. В ближайшее время обязательно соберусь к вам снова в гости. Вот, замечательный город. А какие же они люди, город Ижевска? Юля, поделитесь, пожалуйста, какие они? Для меня жители нашего города открытые, всегда готовые прийти на помощь. Улыбчивые и дружелюбные. Может быть, у вас есть какие-то истории, связанные с вашим общением с горожанами? Вы знаете, есть как раз такая история о взаимовыручке. Как только начался учебный год в сентябре, мы с дочкой, прогуливаясь возле школы на газоне, нашли телефон, явно детский. Нашли в справочнике номер мамы, созвонились. Она была, конечно, очень искренне удивлена, что сейчас еще люди звонят и возвращают телефоны. После чего мы с ней встретились, телефончик передали. Девочка к тому времени уже была дома, конечно, очень переживала о потере. Ну, все обошлось хорошо. Наверное, такие истории часто, да, у вас происходят? Да, да, часто слышишь, и часто люди выручают друг друга, это очень радует. Замечательно. Айгуль, а что вы можете рассказать о том, как вы видите людей из города Ижевск? Какие они для вас? В Ижевске очень много добрых людей, и добрых историй очень много. Но самое главное, что мы всегда первые знакомые из города. И вот когда мы с родителями приехали в Ижевск, и нам с радостью согласился помочь один добрый дедушка. Но, несмотря на это, он решил нам помочь. Также мы с ним успели пообщаться. Он нам рассказал о жителях, о городе. И после общения с ним остались очень приятные, тёплые чувства. И хотелось вернуться в Ижевск. И вот я продолжила обучение уже в Ижевске. Да, какие замечательные и необычные истории. Спасибо вам огромное, что вы ими поделились. Наталья, а вот у вас хочется спросить о том, какой он язык узмурский. Какие-то, может быть, у вас языковые традиции с этим связаны? Поделитесь, пожалуйста. Да, действительно, узмурский язык очень интересен. И есть даже самые популярные слова, которые известны практически всем жителям Удмуртки. Такие как «джечбу речь». Это «здравствуйте» переводится на русский язык. Понятно, это «валамон» на удмуртском. А согласие, утверждение «да» на удмуртском звучит «о-о». Ещё есть такое всем известное «пельмень». На удмуртском языке он звучит как «пельнянь». Где «пель» — это «ухо», а «нянь» — это «хлеб», что означает «хлебное ушко». А ещё есть необычные местные словечки. И можно я задам зрителям нашим один вопрос? Как неожиданно. Конечно, давайте. Друзья, что означает «она выбрала чеберистого кутёнка» и пошла на однёрку? Дорогие наши зрители, пожалуйста, ваши отгадки, комментарии. Да, давайте попробуем разгадать этот ребус в комментариях к этому эфиру. А в конце программы мы обязательно зачитаем самые интересные, а Наталью попросим рассказать отгадку на этот ребус. Спасибо. Да, чувствуются люди из Ижевска с юмором. Да. И, вы знаете, этот юмор навеял на меня воспоминания об одном очень интересном кулинарном блюде. Ижевчан – это перепечи. Это такой открытый пирожок, который может быть с разной начинкой. Начинка может быть из капусты, из грибов, из картофеля. Очень вкусное блюдо. И вот у нас здесь рядом с набережными Челнами в Елабе проходит спадская ярмарка ежегодная. И Ижевчане представляют вот такие вот свои кулинарные изыски жителям Татарстана. И это, знаете, такой тоже очень объединяющий момент. И всегда очень вкусно. Спасибо вам за вашу кулинарию. Да, спасибо вам большое за такие замечательные примеры созидательного взаимодействия людей, которые заботятся друг о друге. Ведь это и есть основа созидательного общества. Вот интересно, Юля, а что для вас это созидательное общество? Каким вы его видите? Это общество, в котором все люди чувствуют себя безопасно, комфортно, счастливо. Какое оно для вас? Для меня это общество, в котором отсутствует иерархия, отсутствует дискриминация, нету зависти и эгоизма. Все одинаково равны, все одинаково богаты, все счастливы и открыты для поддержки друг друга. Да, замечательно. Как здорово было бы жить в этом обществе уже сейчас. Скажите, пожалуйста, Наталья, а что для вас то общество, в котором каждый, подчеркиваю, каждый был бы счастлив, чувствовал себя в безопасности, ему было бы комфортно жить? Расскажите, пожалуйста, какое оно? Для меня это общество понимающих, порядочных, живущих по совести людей. И мне было бы комфортно жить в обществе, где каждый заботится и ценит жизнь другого человека, где каждый любит другого человека, уважает его. И я думаю, что каждый человек хочет быть счастливым в таком обществе, где каждый творит, живет для общества. Вот это как пример счастливого общества для меня. Согласна с вами. Айгуль, а что для вас созидательное общество? Общество добрых, честных людей, которые всегда готовы друг друга поддержать, помочь добрым словом, добрыми делами. Общество, где люди могут созидать, проявить свою творческую натуру. Общество, как одна большая семья. Да, здорово. Действительно, каждый понимает то, что его личное благополучие в конечном итоге зависит от благополучия остальных людей, каждого из нас, от окружающей среды в целом, от пространства. Наталья, очень интересно было бы узнать ваше мнение, каково должно быть вот это медиапространство в созидательном обществе. Так как я работаю с детьми и сама планирую иметь детей, семью, то было бы хорошо, если бы информация была полезной и безопасной. Было бы прекрасно, если бы каждому ребёнку с детства прививались духовно-нравственные ценности, смысл жизни, истинная история и знания транслировалось бы с медиа-современными. И хотелось бы, чтобы люди, людьми освещался человек как добрый, положительный человек. Да, абсолютно с вами согласна, Наталья. Я сама педагог, и понимаю, насколько важен тот пример, на котором учатся дети, на кого важно равняться, каким человеком важно стать и вырасти. Да, действительно, это очень важно. Юля, вот вопрос к вам. Как человек, любящий активный спорт, как человек, любящий путешествовать, вот каким должно быть созидательное общество, общество счастливых людей, в котором каждому было бы комфортно и безопасно путешествовать? Думаю, каждый турист, но и согласится. Хочется, чтобы у нас был мир без границ. Для меня в России самая красивая природа, самые красивые места. Хочется, чтобы цены на билеты у нас были низкими, ведь за счет этого увеличится туристический поток. Хочется также, чтобы все это было безопасно и комфортно. Да, согласна с вами. Очень хочется жить в таком мире без границ. Ведь это открывает невероятные возможности вообще для общения с представителями любых стран, любых культур, религий. И это действительно бы объединяло бы всех нас, людей, планеты, Земля. И еще одна из актуальнейших тем на сегодняшний день — это медицина. Айгуль, вы как студентка медицинской академии, что вы можете сказать, какая должна быть медицина в Созидательном обществе? Медицина в Созидательном обществе будет иметь огромный прорыв в развитии на благо общества. И все болезни будут излечимы. На первом месте будет медицинская профилактика, будут лечить, предотвращать причины, а не лечить последствия. Также население будет обладать медицинской грамотностью, между врачом и пациентом будет взаимоуважение, взаимопонимание. И у них будет одна цель — это здоровье общества, здоровье населения. И тогда всем станет радостно жить, жизнь будет наполнена позитивом, добром, созидательными делами. Да, согласно со всеми нашими гостями, действительно, как важен этот мир. Как было бы замечательно, если бы мир был без границ, все были бы здоровы, и дети воспитывались бы в безопасности. Замечательные медиапространцы, которая направлена на то, чтобы воспитывать человека-творца, человека с большой буквы. Да, спасибо вам огромное. И, дорогие телезрители, давайте мы с вами помечтаем вместе. Пишите в своих комментариях к этому видео, делитесь в соцсетях, используя хэштеги «АЛЛАТРА», «АЛЛАТРА ЮНАЙТ» и «Созидательное общество». Пишите, каким вы видите это общество, общество счастливых идей, в котором каждый был бы счастлив, каждый чувствовал бы себя в безопасности и реализовывал свой творческий потенциал. И по традиции в конце передачи мы с вами сейчас подведем итог. Наши зрители проявили большую активность. Спасибо вам большое. И мы сейчас, я сейчас зачитаю самые интересные комментарии к загадке Натальи. Итак, может быть, однерка это площадь в городе? Она выбрала щенка и пошла на автобус первого маршрута? Чеберистого кутенка, наверное, это пятнистого щенка. Может быть, она взяла красивого щенка и пошла на свидание? Наталья, расскажите, пожалуйста, отгадку на ваш рембург? Ну, да, были правильные ответы и правильный ответ. Она выбрала красивого щенка и пошла на первый трамвай. Однеркой у нас в Ижевске называют трамвай, следующий по первому маршруту. Кутенок это щенок, а чеберистый это красивый. Очень неожиданно. Спасибо вам за этот интерактив, Наталья. Вот так вот, оказывается, разговаривают ижевчане. Ну что ж, а мы подводим итоги голосования по выбору города. Итак, тадам, тадам, город-победитель это город Чебоксары. И на одном из следующих эфиров мы с вами, дорогие зрители, встретимся в Чувашии. Ну, а напоминая о том, что наша передача проверяет теорию о шести рукопожатиях. С помощью этой теории мы хотим у каждого человека на земле спросить, какое оно, то созидательное общество, в котором им было бы комфортно и безопасно жить. И поэтому, дорогие гости, мы хотим задать вопрос вам. С кем в одной из следующих передач вы бы хотели встретиться? Наталья? Мне очень резонирует творчество самарского художника, который пишет потрясающие картины. Его зовут Сергей Могилевский. Ух ты, как здорово! Юля, а кого бы вы хотели увидеть в следующем прямом эфире, чтобы продолжить эту цепочку шести рукопожатий? Было бы здорово очень увидеть своих коллег из города Красноярск в студии Брейдвей Хазовы Алексей и Алиса. Алексей мастер по плетениям, а Алиса мастер по цветным окрашиваниям. Очень необычно. Да, очень необычные у нас следующие гости в наших передачах. Айгун, а с кем бы вам хотелось встретиться? Я бы хотела встретиться с одной поэтессой из Воронежа. Ее зовут Елена Смолицкая. Мне очень нравится ее стихотворение. Они откликаются внутри. Они очень наполнены чувствами тонкими, нежными, возвышенными. И было бы здорово ее увидеть в следующем эфире. Спасибо огромное. Итак, проверяем теорию о шести рукопожатиях и пробуем встретиться с этими людьми в наших следующих передачах. А я напоминаю вам, что если вы хотите участвовать, принять участие в наших проектах, то пишите нам на почту, которую вы сейчас видите на экране. Я сама еще недавно на прошлой неделе была в качестве гостей в эфире из «Набежных челнов». Сегодня я участвую в качестве ведущей. И это очень замечательно и радостно быть частью такой большой дружной команды. присоединяйтесь к нам. Да, я тоже присоединяюсь к словам благодарности. Благодарим также наших гостей за приятное общение. Благодарим специалистов службы поддержки за помощь в организации эфира. Всем большое спасибо. А я напоминаю, что вы можете делиться об этом эфире и писать посты в соцсетях используя хэштеги «АЛЛАТРА», «АЛЛАТРА ЮНАЙС», «Созидательное общество». Всем огромное спасибо за эфир, рады, что вы были с нами. И мы с вами увидимся в следующий раз в Чувашии, в городе Чебоктары. До новых встреч, друзья! Спасибо.